Тема урока «Свой дом, свой простор». Давайте вспомним, с чем можно сравнить старинный крестьянский дом. Как выглядит современный жилой многоквартирный дом? Почему его тоже можно сравнить с целой Вселенной? Сколько значений слова «мир» вы знаете? Дерево, как строительный материал, любят в нашей стране с давних пор. Крестьянские дворы, усадьбы мастеровых людей, княжеские хоромы и храмы строились из дерева. Деревянная крепостная ограда защищала город, и даже улицы мастили деревом. В деревянных домах сухо, тепло и дышится легко. Вот почему жить в них очень полезно для здоровья. А еще дерево удивительно красиво. Зайдем внутрь старинного дома и узнаем, как разумно и по-доброму он устроен. Порог – граница дома. На нем, считали наши предки, нельзя стоять и сидеть. Перешагните через него и посмотрите на центральную балку потолка. От нее зависит прочность дома. Пол настелен так плотно, что воду можно налить, как в корыто. Не утечет. На потолке часто рисовали цветы. До матицы, ближе к входной двери, на опечке устроена печь. Ее чисто белили, а опечек расписывали цветами, словно наряжали в праздничную рубаху с вышитым подолом. Печь в доме – матушка. Считается, кто сидел на печи, тот не гость, а свой. У печи стоит печной столб с головой, как у коня птицы, потому звали его печным коником. От коника к стенам идут длинные толстые полки, грядки, воронцы. На одной грядке – женская утварь для кухни, на другой – инструменты для мужской работы. От грядки до двери стелили доски, палати. Между печью и стеной с окном – женский, хозяйкин угол, бабий кут. Здесь висела колыбель, а напротив – угол для мужской работы, хозяйский. У каждой вещи свое место и предназначение. Бесполезных вещей в доме не было. В каждой вещи соединялись польза и красота. И до сих пор эта красота радует нас. Рассмотри фотографии. По ним ты можешь рассказать об устройстве старинного дома. В своем дому всем простор, даже если дом невелик. Печь согревала всех в долгую зиму. В ней пекли хлеб, варили щита кашу. На печи – лучшее место для старого дедушки и доброй бабушки. Уютно, тепло, спокойно. А рядом, на палатях, спала ребятня. Наверху под потолком тепло, весело и бабушкину сказку послушать можно. Да и место в большой семье для взрослых внизу сберегается. Там женщины хозяйничают, стряпают, придут, шьют. В колыбельке самого младшенького качают. Напротив мужчины своими делами занимаются. Хозяин, устав от работы в поле, в лесу, на дворе, спит на лавке-конике у двери. Конец лавки вытесан в виде головы коня. Это добрый страж дома. Всем есть место в доме. Проверим себя. Какой строительный материал издавна любили в нашей стране? Что из него строили? Издревле в нашей стране любили строить из дерева. Строили крестьянские дворы, усадьбы мастеровых людей, княжеские хоромы и храмы. Почему жить в доме из дерева полезно для здоровья? В деревянных домах сухо, тепло и дышится легко. Вот почему жить в них очень полезно для здоровья. Как называется центральная балка на потолке старинного дома? Центральная балка потолка называется матицей. От нее зависит прочность дома. Почему печь называют матушкой? Печь согревала всех в долгую зиму. В ней пекли хлеб, варили щи да кашу. Где устраивали место для младенца? Между печью и стеной с окном был женский угол, бабий кут. Здесь висела колыбель. Для кого предназначалось место на палатях? На палатях спала ребятня. Наверху под потолком тепло, весело и бабушкину сказку послушать можно. Сделаем вывод. Старинный дом из дерева строили очень разумно, добротно, красиво. Каждому человеку в большой семье находилось удобное место, подходящее по возрасту и домашним заботам. Жить в деревянном доме полезно для здоровья. Важно, чтобы люди жили, если и в тесноте, да не в обиде. Редактор субтитров А.Семкин